Продолжение следует... 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 Мы очень сильно рассчитываем на его компетентность и профессионализм и предлагаем всем нашим заказчикам обратиться к нам с возможностью повысить квалификацию своих операторов, особенно в области автоматизации циклов, в том числе измерительных циклов. И, скажем так, расширить свои знания в области использования таких очень интересных интеллектуальных функций системы ЧПУ, позволяющих практически в автоматизированном режиме управлять качеством, скоростью и точностью обработки. Так, коллаборативные роботы, это коботы, так называемые. Я, честно говоря, пока не понял для себя, не определил с точки зрения именно моего направления конкретно, да, все-таки мы тоже занимаемся автоматизацией. У нас очень-очень серьезные решения в этой области, про которые я бы хотел отдельно рассказать, может быть, потом в рамках следующих наших мероприятий. Действительно, мне кажется, то, что сегодня здесь у нас здесь было, это было очень замечательно и хорошо, мы обменялись опытом, мы узнали много интересного. И в качестве завершающего аккорда я бы хотел предложить нашим уважаемым экспертам высказаться кратко по результатам нашего мероприятия. И вот, допустим, Алексей Киселев, ФЛГ. Спасибо, Алексей, за предоставленное слово. Ну, на самом деле, такой всеобъемлющий, с одной стороны интенсивный, с другой стороны, и такой краткий и приятный, я думаю, что для наших зрителей и слушателей. Поэтому спасибо организаторам, что позволили выступить. Вот, так что, наверное, больше добавить и нечего. Действительно, интересно, со всех сторон, казалось бы, об одном и том же, да, и слово «эффективность» сегодня, раз там 15 произнеслась. Ну, мне кажется, это очень интересно было. Ну, здорово. Значит, мы это будем продолжать. Игорь Волков, Игорь Петрон, Санкт-Петербург. Да, спасибо. На самом деле, формат, конечно, не очень непривычный, когда вещаешь в пустой зал. Но потом, когда смотришь, что в YouTube есть количество слушателей, наверное, превышающих в несколько раз вместимость потенциально этого зала, это приятно. Значит, людям интересно. Значит, люди понимают эти темы, которые мы сегодня обсуждаем. И это действительно актуально. Вот, за свою тему, которую я сегодня, так сказать, поднимал по автоматизации, по повышению эффективности с помощью систем программных, призываю всех. Мы уже все, тут никто не поспорит, живем в цифровую эпоху. То, что можно сделать, промоделировать, проверить на компьютере, это надо делать. Если вы еще не задумались о цифровизации с точки зрения понимания процессов производства и получения этих данных в цифровом формате, сделать это сейчас, иначе за вас это сделают конкуренты и будет, так сказать, это плохо. Поэтому я за автоматизацию и цифровизацию. И уверен, что эту тему мы будем поднимать вновь и вновь на следующих наших мероприятиях. Спасибо организаторам за это мероприятие. Здорово. Игорь, ты вот про пустой зал. Я баскетбол смотрел на прошлой неделе. Они играют вообще при пустых трибунах баскетбол. Понимаешь, профессионалы, которые привыкли к тому, что там свистят, там улилюкают. Более того, иногда даже колоночку включают. Я думаю, наследуюсь со звуком трибун, с кричалками и так далее. И это шум. Да, если тебе не хватило, не хватило чего-то, мы на следующем мероприятии учтем, поставим колонки. Кстати, в этом зале хорошие колонки. И сделаем шум трибун. И как бы, вот сейчас Игорь сказал, и раз, и аплодисменты. Я, в отличие от Павла Валерьевича, сильно рассчитываю, что в следующий раз, когда у нас будет, у нас уже снимутся все ковидные рестрикции, мы сможем проводить при полном зале наши посиделки. Что хочется сказать от себя? Мы все люди бизнеса, очень динамично существующие сейчас. И каждый раз, конечно же, скептически относимся к мероприятиям подобного рода, поскольку они нас отвлекают от нашего непосредственного бизнеса. И каждый раз, ну у каждого у нас некий такой палеотив относительно того, вот сколько времени этому уделить. Ой, целый день тут провести, господи же, это же 8 часов вахты, мы отстоим не там, где должны быть. Но тем не менее, такие мероприятия, они расширяют кругозор, они позволяют остановиться от нашего бега и черпануть из рынка, в общем-то, смежного рынка. Много интересных идей, которые мы будем потом додумывать и, видимо, реализовывать. Для себя я сегодня услышал, какие тематики, которые мне были бы интересны. Это, конечно, кобыты, я и, собственно, и ждал этой лекции. И кадровые вопросы, которые нас волнуют всех в одинаковой степени. Вот, и кадровые вопросы, которые сейчас вот были по-разному освещены в этой части наших дискуссий, они натолкнули меня на определенные дальнейшие какие-то размышления, может быть, которые приведут к действиям. Поэтому я считаю это полезным и, надеюсь, все те, кто сидел по ту сторону экрана, тоже для себя нашли немало интересного и нового. А как же сварка? Да, сварка, да. А сварка, кстати говоря, как-то неудивительно прозвучит, может быть не тем шагом, который разовьет непосредственно бизнес взаимодействия на поле применения, а может развить бизнес по сдаче в аренду помещений, которые есть. Вот, так что, как знать, может быть, из этого что-то получится. Евгений Маршевич, захотелось ли кобота домой завести? Нет. После сегодняшней презентации. Дома есть биокоботы. Вот, мы не можем их пока менять. Он тебе посуду будет помыть. Посуду моется, посуду моется. Ну, закладывать закладывать. Я, значит, близкий к сердцу биокоботов не могу менять на промышленные. А вот что касается коботов во всех других сферах применения моей энергии, я думаю, там мы как-то соприкоснемся с ними. Ладно, я надеюсь, в офисе потом у тебя все-таки останутся сотрудники. Они коботы будут сидеть, работают. Дмитрий Маркнев, промойл. Всем большое спасибо за уделенное время сегодня. Всем хочу спикерам выразить свою благодарность. Доклады были очень интересные. Много тоже идей подчеркнул для себя, для какого-то совместного взаимодействия с коллегами. Вот. Очень приятно, что такие именитые компании, как S2 и так далее, выступают в роли единомышленников. Это касаемо темы обучения. И даже где-то копируют какие-то идеи наши, которые мы уже этот путь прошли. Вот. Всем спасибо. Замечательно. Николай Николаевич, Николаев, НФМЗ. Ну, на самом деле, огромное спасибо зрителям, которые смотрели прямую трансляцию. Спасибо всем коллегам, которые здесь делали доклад, экспертам. Со своей стороны хочу сказать, что это второе онлайн-мероприятие. Первое было как раз в разгаре непосредственно пандемии. И я бы заметил то, что это отличие первого мероприятия, сегодняшнего мероприятия в том, что если там в основном это было, ну, больше, скажем так, реклама, каждый как себя рекламировал, да, то в этот раз, на самом деле, реклама, она присутствовала, но она присутствовала, как бы, даже не завалирована. Это просто был, как бы, фонд. Потому что в основном это были именно доклады и именно темы те, которые, на самом деле, оказались интересны, ну, многими. То есть мне очень понравились, на самом деле, все темы. И тема обучения, коботы, на сварку, к сожалению, попал, обязательно посмотрю, этот, в записи и все остальные. То есть они, на самом деле, заставляют, ну, во-первых, задуматься, во-вторых, я думаю, что у многих возникают на базе того, что услышали какие-то, может, даже свои бизнес-идеи, вот, которые, я надеюсь, и разовьются. И, ну, я бы сказал, на финише, то, что НСП ему расти и расти. Здорово. Ну и Павел Беликов, как создатель, идейный вдохновитель, скажем так, всего этого мероприятия. На самом деле, все уже было сказано почти. Я хотел бы сказать, добавить только лишь, что действительно под лежачий камень не течет вода. И раз уж выставки, металлообработка не случилась, мы тогда решили сделать онлайн-мероприятие вот в июле, о котором сказал Николай Николаевич только что. Конечно, это не заменит полноценной выставке, но, по крайней мере, мы проявляли какую-то активность, чтобы пообщаться и между собой, и с нашими потребителями, показать, что мы живы. Мы, несмотря на кризис, на пандемию, что-то делаем и проявляем активность. И вот сегодняшнее мероприятие, оно тоже, мы сомневались, как его проводить, потому что мы планировали, конечно, сделать со зрителями. Видите, мы арендовали большой зал на 500 человек, и могло бы быть все, может быть, еще интереснее, если бы тут присутствовали как раз непосредственно заводы. Мы бы тут в перерывах дискутировали, бы сразу что-то продавали, покупали. Но, тем не менее, мы же провели мероприятие, я надеюсь, что нас посмотрят, и те, кто не смогли онлайн сейчас посмотреть, те увидят записи, и все-таки некий эффект будет достигнут. А надеяться хочется на то, что следующее мероприятие, как уже было сказано, мы сделаем уже с живыми зрителями, в оффлайне, что называется. И мы, это не только компания, которая входит в союз, в Национальный союз поставщиков оборудования и инструмента для металлообработки, как сказал Николай Николаевич, рекламы здесь никакой не было. Мы только упоминаем скользь некие ключевые имена, и генеральный партнер Вайджи Ван тут. Я думаю, что это совершенно останется незамеченным в данном мероприятии. Но следующее мероприятие мы планируем провести, если не придумаем и не решим, что сделать раньше, в феврале, в Перми, если Дмитрий не передумает, на базе промойла. Все пока в силе. Да, то есть мы планируем привести, уже пригласить большое количество компаний, сделать уже такие, может быть, стендики небольшие, конечно, это будет не металлообработка, но постепенно, постепенно мы хотим каждые 2-3 месяца делать активные такие конференции, мероприятия. У нас есть и такие небизнесовые активности, когда мы собираемся где-то вместе. И таким образом мы сможем объединиться и с конкурентами, и с партнерами, и с поставщиками, и с покупателями дискутировать и развиваться вместе. Мне кажется, это очень хорошее дело. Поэтому в завершение я бы хотел поблагодарить всех, кто выступал. Действительно, все было неплохо, интересно. Отдельно я бы попросил бы поблагодарить команду наших операторов, звукорежиссеров и девушек, которые нам помогали все это организовать. И на этом мы можем, наверное, закругляться, да, коллеги? Всем спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...